Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по встроенному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного встроенного дня. И для того, чтобы напомнить вам про замечательную штуку, фрукт, который может стать составляющей частью очень большого количества разных салатиков. Можно, конечно, есть его и просто так, но только в миру, потому что если будете слишком много есть, вас могут начать кровоточить десна и губы. Я помню в детстве, когда объедалась этим фруктом, были потом не очень приятные последствия. Вот он, вернее, то, что от него осталось, ананас. Купила его где-то неделю назад, и вот так вот где-то по кружочку в день, почему-то никто из домашних больше не покушается, по кружочку в день я его уничтожаю. И вот придумала именно такой способ хранения в холодильнике. Отрезаю кусочек и ставлю вот так вот вверх тормашками. И когда его снимаешь, вот тут на блюдечке остается немножко сока. Я его выпиваю, попался очень такой сочный, хороший ананас. Очень вкуснятина такая. Вообще фруктовые, конечно, соки это не есть хорошо пить регулярно. Но вот когда у тебя такая капелюшечка перепадает, очень даже здорово. Ананас, вы знаете, полезный, конечно же, потому что это фрукт, он растет на земле, на траве, можно сказать. В России не водится, а добавить чего-то, что у нас нет, есть тут вещества, которых в других растениях не найдешь, очень даже имеет смысл. Но вот надеяться на то, что ананас там будет каким-то образом сжигать ваши жиры, я бы не стала. А вот приготовить что-нибудь вкусненькое, легенькое вполне может быть. Вот возле видео вы найдете ссылку на рецептик, который я изобрела. Вот как раз поедаю этот ананас. Готовится очень быстро, получается легким, вкусным. На завтрак или на ужин можно себе приготовить. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня обязательно. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Под видео ставьте лайк. И все у вас обязательно получится. Всего вам доброго. Пока.